Друзья, всем привет! Сегодня соберем комод Аквамарин. Поставим его в прихожую. Такой приятный цвет комода. Есть инструкция. И запах, как будто вчера только сделали его. Новый комод, чтобы поделать. Вначале, как всегда, нужно все разложить. Посмотреть, что есть в наличии. Какие детали. И по размеру мы начинаем собирать. Первым делом прикручиваем к боковым стенкам роликовые направляющие. Со одной и по второй. Вот такое размещение отверстий. Вот так и здесь. Итак, все прикрутили. По инструкции не совсем понятно, как и отверстия прикручивать. Вот здесь второе отверстие. А здесь вот такое отверстие. Но самое главное, когда заходит в эту направляющую, она вровень с краем. Нам, как всегда, помогает наша кошечка Бьянка. Она показала, напомнила, что мы вот эти вот нам болтики прикрутили. Дальше, крышку прикручиваем вот такие болтики. Следующее. Прикрутили дно. Делаем такой прямоугольничек. Далее прикручиваем его ко дну. Это ножки дна. И на ножки дна сейчас прибьем гвоздиками вот такие штучки, чтобы двигать шкаф. Они стоят на небольшой высоте. Так, все-таки это оказались не гвоздики. Бултики. Закручиваем их в ту периметру. Далее переворачиваем дно. Ставим боковинку. Просим, желательно того-то подержать. Попросил дочь младшую с бананчиками в колготке. И закручиваем внизу вот здесь. С одной стороны и со второй. И с этой стороны так же. Так, на самом деле детишек привлекать не будем. Хотя хотели помочь. Пусть лучше делают английский. Шкаф можно положить на заднюю часть. И вот так вот прикрутить. Вот он низ. Вот он боковин. И все прикрутим вверх. То есть прикручиваем спокойно лёжно. Да, сразу хочу сказать. Есть по материалу огрейки. Видите? Надо сразу клеить. В одном месте такой заметил. Ладно, теперь уже прикручу, потом заклею. Если оторвётся, такой материал не найдёт сильный цвет. Так, поставили его в клое. Вот есть ещё такая планочка для усиления. Вот она. Вот так по серединке шкафчика крепится. Такая в распор. Так, смотрите, прикол. Эту планку, если, допустим, сейчас прикручивать, вы с одной стороны её прикрутите, а с другой стороны вы её уже не сможете прикрутить. Потому что такую штучку нужно вот так закрутить, а потом её вставить. Поэтому либо разбираем, либо второй вариант вот так её поставим, с той стороны прикрутили, ДСП-шка прибьём, гость и здесь, и здесь, и здесь будет держать, и поэтому ничего ей не будет. Ну, либо разбираем и её раньше прикручиваем. Дочка всё же мне решила помочь, разложить болтики по кучкам, и ей очень нравится порядок. Молодец. Так, пока ждёшь в таком положении. В ящик кто-то собирал, а кто-то разбрасывает. Ну-ка обратно деталь. Вот тоже ещё помощница. Ладно, отдыхай. Одну детальку, играя с ней. Так, три ящика собрали. Покажу, как собрать быстро ящик. Берём белую планку, насаживаем такие гвоздики, шурупчики. В инструкции она называется стяжка эксцентриковая. Итак, берём пустяшку, так, массаживаем, и закручиваем по стрелке. Одну, вторую. То же самое делаем параллельно к планочке. Далее, вставляем заднюю планку и прикручиваем. И потом прикручиваем нижнюю крышку. Сюда, 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 по периметру. Итак, ящики готовы. Прикрутили заднюю стенку. Бьяна на чеку, смотрит, виляет хвостом и ждёт, когда залезет в ящик. Не забываем, ручки вот так прикрепляются. Друзья, немного ругания за кадром и перекручиваем четыре ящика обратно. Короче, вот эти отверстия это для направляющих. И вот эти держатели, они тоже должны быть с этой стороны. Короче, нужно поменять вот эту планку, боковину с вот этой. Перекрутил ящики. Ну, следующий косяк, который не написан в инструкции, вот эта направляющая крепится к верх ногами и буквы кверх ногами расположены. Перекручиваем. Ещё прикольнее, с правой стороны ящика буквы стоят кверх ногами, а вот с левой должны стоять нормально. Так что эту планочку перекручиваем. Итак, друзья, что у нас получилось? А получился вот такой симпатичный комод. Что-то выдвигается ящик. Я лепку задвинул. Давайте посмотрим. Ура! Бьяша! Ну, залезла. Незаметно. Такой симпатичный комодик.